Рекордное псевдоминирование. Как и в прошлые разы, неизвестный прислал на электронную почту полиции сообщение о закладке взрывных устройств. Однако на этот раз он выбрал не суды, а сразу 185 детских садов. Достоверность вызова проверяли следственно-оперативные группы, спасатели и кинологи. В мэрии уточнили, из 185 садов только 128 городские, остальные принадлежат частным лицам. Директор городского департамента образования Елена Буйневич уточнила, в письме к правоохранителям указывались возможные взрывы с 15 часов до полуночи. Администрация дошкольных учебных заведений сообщила родителям о произошедшем, чтобы они смогли забрать детей домой. Первая группа полиции сделала визуальный огляд строительства дошкольного заклада. Сейчас ждем другую группу, которые должны еще раз оглянуть заклад для выявления, если есть небезопасных объектов. Я с работы, на работе написали, что заминировали, но я так понимаю, что это не первый случай и не только сегодня. Вчера нам тоже писали, что заминированы только другие садики, типа у нас все нормально, все прекрасно, мы дальше работаем и все. А сегодня уже и нам написали, что вот мы давайте едьте, забирайте, потому что вот такая ситуация, ждем полицию, ждем МЧС и дальше ничего не понятно. Большинство детей предпочли обезопасить своих детей и забрать их домой. После проверки помещений и территории учреждений некоторые дошкольники вернулись в свои группы. Отмечу, что за прошедшую неделю ежедневно в полицию поступали сообщения о минировании зданий. 11 и 12 января под раздачу шутников попал Малиновский районный суд и городские больницы. Через сутки полиция проверяла тот же Малиновский суд, областную прокуратуру и 26 детских садов Приморского, Малиновского и Суворовского. Понятно, что опасных предметов или веществ не нашли. Пока миниоры бьют новые рекорды. Полиция и их коллеги из киберуправления продолжают поиски злоумышленников.